Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию представляется новая кукурузная сейлка Американской компанией Kinza служит для посева кукурузы В частности, это 16-рядная кукурузная сейлка Kinza 3600 С центральными бункерами и вакуумным высевающим аппаратом Данные машины могут комплектоваться разными вариантами высевающими аппаратами Он может быть механический пальчиковый, щеточный механизм А также вакуумный, как представлено здесь Также машина может иметь конфигурацию от 8 до 24 рядов высевающих секций На каждые 8 рядов служит двойное контактное колесо Привод осуществляется за счет приводных колес Почему двойной? Для того, чтобы не было пробуксовки и привода Четкий был привод высевающих аппаратов На данную машину также можно устанавливать систему автоматических отключений секций Совместно с компанией Aglider Устанавливаются блоки управления и каждый аппарат выключается индивидуально Дальше транспортируется машина в данном положении Центральные бункера по 1480 литров предназначены для наполнения семян Их два путем воздуха подаются к высевающим аппаратам Отсюда происходит забор семечки и четкая раскладка Каждая машина оборудована также системой контроля высева семян Которая считает не только количество семян Двойники, пропуски Все отображает на мониторе трактора Норма высева устанавливается очень просто Она будет постоянная Это путем смены звездочка Есть специальные таблицы, в которых есть рекомендуемые нормы высева семян И путем установки одной и второй звездочки мы устанавливаем нужную норму И таким образом наш механизатор никаким образом не может повлиять на норму сева и соответственно раскладку семян Крома сошников здесь стоит двухдисковый сошник Классическая компоновка Два опорных колеса, которые держат глубину И прикатывающие ролики При ролике опорные колеса могут быть двух типов Стандартный с внутренним диском сплошным Также может быть металлический с вырезным диском для влажных почв Также ролик прикатывающий Загортач, он может быть трех видов Классический обрезиненный Чугунный металлический И звездочка для разрыхления плотных слоев почв Также данную машину может комплектоваться системой внесения удобрений Она бывает двух типов Жидкие удобрения и сухие удобрения Поэтому отсюда устанавливаются разные системы внесения их Диски сошников для внесения удобрений тоже могут быть разного вида Они могут быть двухдисковый сошник, однодисковый сошник И однодисковый усиленный для тяжелых почв Продолжение следует... Также на этой машине может устанавливаться Бункера могут использоваться для внесения засыпающих удобрений На каждый высевающий аппарат будет установлен Индивидуально высевая накопительный ящик На котором будут засыпаться семена А с бункера шланги, которые сейчас подводят семена Они переходят на внесение удобрений И воздухом они распределяются под аппараты высевающие и в сошники Скорость работы машин зависит, конечно, от высевающего аппарата Механический высевающий аппарат Рекомендуемая скорость это 8-9 км в час Для того, чтобы добиться более четкой раскладки и равномерной На вакуумном аппарате можно работать до скорости Рекомендованных 12 км в час Соответственно, и производительность машины зависит от Какой у нас высевающий аппарат Также на производительность зависит это Как быстро мы засыпаем семена в нашу машину Конечно, при таком исполнении Большими бункерами Производительность машины будет выше Так как нам надо меньше останавливаться Меньше загружать Тратить время на загрузку семян Продолжение следует... Продолжение следует...